Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и смотря на показатели прошлого видео про пасхалки и количество материала, который еще не был рассказан и показан, я недолго думая принялся пилить второе видео. Цель данной рубрики показать, насколько разработчики внимательно относились к мелочам при создании GTA 5, ведь этот мир полон пасхалок. Правда, с каждым обновлением для онлайна таких пасхалок добавляют все меньше. Об отсылках в этом видео мы уже говорили в нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Сегодня расскажу о других пасхалках на фильмы, и погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В общем, ссылка на группу в описании. Первой пасхалкой будет отсылка к фильму «Смертельное оружие 2». Идею нам подсказал подписчик телеграм-канала. В миссии «Семейная консультация», где Майкл с Франклином разрушают дом тренера по теннису, этот дом оказывается домом Майкла Мадрасо, и вся сцена практически в точности повторяет кадры из фильма. В предыдущем видео мы говорили про машину Джеймса Бонда. В миссии «Глубокое внедрение» она фигурирует как атрибутика фильма. Ну а также в этой миссии есть еще и отсылка на фильм «Угнать за 60 секунд». В конце задания, когда мы заезжаем в гараж, справа у рабочей зоны написан специальными чернилами, видимыми только под лампой ультрафиолетового света, список автомобилей для угона. Больно уж сильно он похож на список в фильме с Николасом Кейджем. Рокстары не обошли стороной художественный фильм «Ограбление по-итальянски». В игре можно провести аналогию ограбления и с фильма, и с последним ограблением «Огромный куш». Если вы выберете более тонкий подход, вам нужно будет улучшить подвеску ваших авто, прям как в фильме, чтобы увести награбленное. А в самом конце миссии вас ждет захватывающая дух погоня, снова как в фильме. Не упусти его, только не упусти. Два. Один. Дьявол. Тельма и Луиза. Одна из популярных пасхалок в GTA 5. Знают про нее многие, но заслуживают упоминания. На одном из склонов горы Челиад в 7 часов вечера можно наблюдать финальную сцену из фильма. Полиция преследует девушек за совершенное ранее преступление, и им ничего не остается, кроме как съехать с обрыва на машине. Понаблюдать за этой трагедией можно лишь издалека. Я не знаю, я думаю... Я думаю, что это в Гранд Каннене. Да. Что-то еще не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Легендарная трилогия Роберта Замекиса «Назад в будущее» удостоилась как минимум двух отсылок. Первая – мощность некоторых электрощитов, равная 1,21 гигаватт. Именно столько требовалось машине DeLorean для путешествия во времени. Вторая – то, что две церкви в игре названы Hill Valley Charge. Город, в котором происходят события всех частей «Назад в будущее», называется именно Hill Valley. Продолжение следует... Следующая отсылка к сериалу «Секретные материалы». В доме Лестера можно увидеть плакат, похожий на тот, что висел в кабинете агента Фокса Малдера. Летающая тарелка и надпись «Accept the Traff». Примите правду. В оригинале было написано «I want to believe», «Хочу верить». И эта фраза, кстати, была внесена в название снятого по сериалу фильма. Пасхалка с известными актерами. В музее восковых фигур, находящемся на бульваре Вайнвуд, дважды с передней и задней частей музея восковых фигур изображены одни и те же реальные актеры. Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Чарли Чаплин и Джон Уэйт. Пасхалка к гигантскому снеговику. На одном из складов компании Фридгид, что само по себе является игрой слов, так как похожий на Фридгиид, заморозь это, и Фригид, холодный, но чаще фригидный. Так вот, на этом складе, расположенном в Ламеса, можно увидеть огромного снеговика в шапке-ушанке, шарфе и с улыбкой до отсутствующих ушей. Сам склад найти нетрудно, а снеговик находится в последнем от входа хранилище слева. Пули ему не страшны, так что можете расстрелять стоящие на переднем плане ящики, чтобы получше его рассмотреть. Также в игре нас отсылают к сериалу Лост. Пасхалка сделана со вкусом. На морском дне, к востоку от гор Санчанский, находится металлический люк с прямоугольным окном, которое загорается при приближении игрока. Но это еще не все. Подплыв достаточно близко, можно услышать постукивание, раздающееся очевидно с той стороны люка. Об этом я уже говорил в другом видео про пасхалки. Но я не сказал, что фанаты со временем поняли, что этот звук это так называемый тап-код, известный в русском языке как тюремная азбука. Постукиваниями местный Дезмонд передает вам замечательное сообщение. Что означает, эй, ты все не звонишь, как насчет боулинга? Как вы уже могли догадаться, это отсылка к Роману Белику из GTA 4, который часто названивал Ника и предлагал куда-нибудь сходить. В основном предложение было сходить в боулинг. Роман обычно названивал в самое неподходящее для игрока время. Такая своеобразная отсылка внутри отсылки. Рокстар много уделяли времени на проработку мира GTA 5 и добавление пасхалок в него. Напишите, если вам интересно еще узнать о местах и пасхалках в GTA. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok